Проблемы чистоты рекламных баннеров на объектах предпринимательства, портящих внешний облик города и благоустройство в целом являются одними из основных. Чтобы решать такие насущные проблемы, на местах, во всех поселках областного центра были созданы мониторинговые группы. Их задача выявить и устранить все недочеты, которые нарушают правила благоустройства областного центра. На сегодняшний день во всех округах Уральска созданы мобильные мониторинговые группы, в состав которых входят представители общественности, волонтеры, специалисты отделов Акимата, а также депутаты городского маслехата. Сегодня такая группа начала свою работу в поселке Зачиганск. В ходе мониторинга был выявлен ряд нарушений, которые необходимо будет устранить в течение месяца. Первыми объектами, которые попали под проверку группы, объекты бизнеса. Здесь, как оказалось, нарушений очень много. Например, вблизи остановки Жезера установлен переговорный пункт. Так называемый киоск давно устарел, и его поручили привести в эстетический вид. В городе бываете, в центре, там, если будки стоят, то они намного более оформлены по-современному. Наверное, ему надо подойти к этому вопросу очень серьезно. Поставить более современные здания, или на этом же месте поставить другую будку, заказать, киоск другой поставить. Поэтому на сегодняшний день его вид очень неприличный. Во-первых, законность его нахождения там, мы это рассмотрим. Второе, согласно правилам благоустройства, архитектурных правил, он должен привести в соответствии. То есть оно должно эстетично быть, чистым, опрятным, соответствовать облику современному. По закону, каждый объект предпринимательства обязан около своего здания установить урну. Однако далеко не каждый сейчас придерживается данных норм. Бизнесмены маленьких магазинов, аптек и салонов красоты сетуют на то, что урны вечно наполнены мусорными пакетами, которые нерадивые горожане оставляют по дороге на работу. У нас стояла на улице урна, сейчас ее нет. Мы установили контейнер внутри аптеки. Все это потому, что каждый день нам приходилось выбрасывать бытовой мусор жителей данного дома. Свои пакеты они оставляли прямо в урне. Или же соседняя парикмахерская выбрасывала горы волос туда. В состав мониторинговой группы также вошли специалисты различных отделов, которые по своему направлению выявляют нарушения. Так, в поселке Зачиганске есть ряд магазинов, которые провели линии электропередач к себе, не соблюдая правил техники безопасности. По итогам сегодняшнего мониторинга, конечно, часто предприниматели должны установить свои электропроводы выше. Это в целях безопасности. Значит, установить дополнительные опоры, но, скорее всего, никто не проверял, они самостоятельно установили. Нарекания по нарушению норм благоустройства города мониторинговая группа выявила не только у предпринимателей. Многие жители поселка, в особенности частного сектора, не всегда убирают прилегающую к ним территорию. Таким хозяевам участковые инспектора будут выписывать предписания. Очень много замещений. И дальше будем выявлять, а потом и самим жильцам частных домов есть, допустим, есть полисадники устаревшие, есть строительный мусор на улице лежит. Хотя он должен быть во дворе у него, если он занимается ремонтом каким-то строительным работом. Поэтому сейчас будем раздавать предписания. Немаловажным вопросом в сфере благоустройства остается ремонт дорог и тротуаров. В данном направлении также были даны конкретные поручения. Так как вы являетесь подрядчиком нашим, то есть в течение 10 дней необходимо устранить это нарушение, чтобы не было неудобства при въезде во двор. Хорошо? Необходимо отметить, что мониторинговая группа будет работать в течение недели, а затем в последующий месяц будет следить за исправлениями выявленных недочетов. Юлия Мутылова, Айбек Сагангалиев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.